Брив, что делал, вы на канале у Аси, а я не знаю, что здесь забыл, пойду лучше к себе на канал. Шалом, с вами Ася, и меня замучили многие люди, даже профессиональные музыканты, которые не очень хорошо разбираются в музыкальной теории и не знают, казалось бы, простых, но, с другой стороны, довольно сложных вещей. Я тут обнаружила, что мало где есть какие-то видео на эту тему, объяснения на эту тему, поэтому этим займусь я. Во-первых, в одном из стримов меня просили сделать видео о ладах. Не знаю, зачем это нужно, потому что есть уже довольно много видео о музыкальных ладах, но если вам нравится, я сделаю. К тому же это будет полезно моим ученикам, которые не смотрят особо другие YouTube-каналы. Во-вторых, это видео посвящается нашему любимому ритмам, темпам, размерам, метрам. В общем, всему тому, что даже господа музыканты постоянно путают, смешивают, не могут понять, что они имеют в виду, и думают при этом, что они понимают, что они имеют в виду. Сегодня хочу с вами поговорить о размерах, и почему эта тема пришла мне в голову, и почему вообще у меня немножко бомбануло даже, потому что я общалась с одним профессиональным музыкантом где-то год назад. Представляете, я год назад еще хотела это видео записать. Так вот, мы с ним общались, и это реально крутой профессионал, мультиинструменталист, звукорежиссер, аранжировщик. К тому же он принимал участие в одном из знаменитых наших телевизионных шоу о музыке, не буду говорить в каком, и дошел там до финала. В общем, грамотный человек, но при этом он мне заявил, четыре четверти и восемь восьмых – это одно и то же. На что я ему сказала, да ну, ну прям так одно и то же. Из чего и рождается это видео. Некоторые люди думают, что четыре четверти и восемь восьмых – это одинаковые размеры, только непонятно, да, почему некоторые композиторы пишут восемь восьмых, а некоторые четыре четверти. То же самое многие думают про три четверти и шесть восьмых, ну и так далее. Для того, чтобы сейчас было понятно даже тем, кто вообще ничего не понимает в музыке, немножко вкратце объясню, ну постараюсь, чтобы это было вкратце и действительно немножко. Для того, чтобы мы понимали различный ритм, мы все делим на целые ноты, которые… Целая нота длится как четыре четвертных, но темп может быть разный. То есть, например, в темпе шестьдесят один четвертные ноты будут вот такие. По длительности. Соответственно, целая будет длиться раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три. Это все целая нота. Но, например, в темпе сто сорок два – вот четвертная нота. Уже в таком темпе. Вот целая. Третья целая. Четвертая целая. В зависимости от темпа четвертные ноты могут, например, сменяться очень быстро, а могут и не очень быстро. Поэтому мы сейчас будем вне зависимости от темпа находиться. То есть, неважно, примерно, примерно, просто примерно, я не знаю, около ста, да? Вот, получилось девяносто девять у меня. Девяносто восемь. Вот четвертные. Если в таком темпе, то вот целая. Так вот. Абстрагируемся сейчас от темпа. Что многие путают зачем-то с ритмом. Не надо. Темп – это только вот. Все. То есть, что значит темп четверть равна девяносто восемь. Это значит, что в одну минуту у вас уляжется девяносто восемь четвертных нот в таком темпе. И это темп девяносто восемь бипиэм. Сейчас абстрагируемся от темпа и вернемся к нашим длительностям. В общем, ноты бывают разных длительностей. Например, в целую входят две половинные. Вот у нас в темпе девяносто восемь была целая. Вот она. Вот две половинные. Одна половинная, вторая половинная. Они ровно в два раза короче целые ноты. Также есть четвертные. Раз, два, три, четыре. А в каждую четвертную, в свою очередь, входят две восьмые ноты. В каждую восьмую входят две шестнадцатые. В каждую шестнадцатую входят две тридцать вторые и так далее. Также, естественно, вы спросите, а что, если у нас какой-то такой ритм, когда нужно, например, спеть так. Внимательно. Это четверти. Ну, например, нам надо протянуть как бы три четверти. А у нас есть только половинная, в которую входят две четверти, и целая, в которую входят аж четыре четверти. Тогда у нас есть такие штуки, как половинная с точкой. Точка продлевает ноту ровно на ее половину. И все, за счет вот этого всего мы имеем кучу различных ритмоформул. А-ля восьмая с точкой и шестнадцатая, восьмая и две шестнадцатые. Всякие разные штуки. У них даже есть свои названия. А-ля пунктирный ритм, голоб. Четверть с точкой и восьмая так и называется. Четверть с точкой и восьмая. Хотя это тот же пунктирный ритм, только помедленнее он обычно звучит. Не суть. Сейчас опять немножко не об этом. Дело в том, что вот эти все штуки, как взаимодействуют между собой длительности нот, это и есть ритм. Ритм взаимодействия длительности нот. Ритм можно отхлопать, его не обязательно петь. Например. То есть вот у нас будет восьмая и две шестнадцатых. Восьмая и две шестнадцатых. И просто дальше две восьмые и в конце четверть. Но мы не можем понять, четверть это или нет, потому что хлопок мы не можем продлить. Здесь мы уже можем продлить. Тогда будет понятно, что в конце была четвертная нота. И размер. Что же такое размер? Размер показывает у нас какие-то длительности в такте и сколько у нас таких длительностей в одном такте. Что значит один такт? Это от первой доли до следующей первой доли. То есть сильной. Вы услышите это в каждой песне. Что там есть сильная доля, на которую идет обычно акцент. Потом, допустим, вы можете посчитать до четырех и слышите, что опять сильная доля. Это начался новый такт. И значит размер у вас, видимо, четыре четверти. Или когда вы слушаете вальс, вы там легко можете посчитать до трех. и там слышите, что... Что вот у вас раз-два-три, 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 раз-два-три. Почему? Потому что у нас бывает двухдольный или трехдольный метр. Метр это все то же самое, только без привязанности к длительности. То есть это не, например, три четверти, а просто трехдольный метр. Все, только двудольный и трехдольный метр. Двудольный и трехдольный метр. А размер это когда уже к этому метру добавляется еще и длительности. То есть какие именно ноты в такте. Например, вот в такте три четверти. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Вот я вам сыграла четыре такта. Теперь давайте перейдем к самому главному Три четверти и шесть восьмых Казалось бы, одно и то же Тут у нас будет считаться раз и два и три и А шесть восьмых будет раз, два, три, четыре, пять, шесть Вроде бы, казалось бы, одно и то же Но это не совсем так Потому что когда мы делим шесть восьмых пополам И мы чувствуем, где у нас первый акцент и где у нас следующий акцент Получается, что он делится по три восьмые То есть, например, возьмем последовательность из нот Вот их будет шесть штук Давайте так Раз, два, три, раз, два, три Вот я играю эту последовательность восьмых нот в размере шесть восьмых Следим Раз, два, три, раз, два, три Раз, два, три, раз Та же самая последовательность нот в том же темпе, но в размере три четверти Раз и два и три и Раз и два и три и Замечайте, как сменился акцент Вот было шесть восьмых Вот три четверти Чувствуете Шесть восьмых Специально акцентирую посильнее, чтобы было максимально понятно Так вот, дело в акцентах Если у вас шесть восьмых То у вас автоматически раз, два, три, раз, два, три Если у вас размер четыре четверти И в такте все, ну, очень много ритма, где просто восьмые ноты Они не будут делиться по три Они будут делиться по две И будет раз и два и три и Что же касается размеров четыре четверти и восемь восьмых Это вообще очень интересно Ну, мне интересно, потому что я люблю музыкальную теорию Каюсь Так вот, есть такие штуки, которые называются Простые размеры, сложные размеры и сложные смешанные размеры Простые размеры Это совсем простые А-ля две четверти, три четверти, три восьмых Две восьмых даже не бывает, потому что слишком короткий такт нелогичный Обычно получается Все, это простые, которые просто вот делятся на два и на три И все, и больше вообще никак, ничего не двигается никуда Но если у вас размер четыре четверти Его уже можно поделить на две четверти плюс две четверти Значит, это сложный размер Если у вас размер шесть восьмых, тоже это три плюс три Если у вас размер двенадцать восьмых, это тоже он собран из четыре раза по три восьмых Если у вас размер двенадцать четвертей, тоже сложный размер Но есть еще сложные смешанные размеры Например, ну вот, например, пять четвертей И в чем прикол сложных смешанных размеров? Там могут быть акценты двух, ну, двух-трех видов Например, пять четвертей может читаться так Раз-два, раз-два, три Раз-два, раз-два, три То есть сильная доля будет раз-два И потом вновь сильная Раз-два, три Но может читаться и по-другому Раз-два, три, раз-два Раз-два, три, раз-два Но это тоже будет размер пять четвертей Поэтому он сложный смешанный Там смешивается двудольный и трехдольный И уже сложнее, и уже есть разные варианты, какой он может быть То же самое касается размера восемь восьмых Который ни разу не то же самое, что четыре четверти Четыре четверти – просто сложный размер Восемь восьмых – сложный смешанный размер Там может быть три варианта развития событий Например, такой размер в моей песне «Эта весна» Получается «это» – это за такт «Эта весна» Раз у нас на сна И дальше Раз-два, три, раз-два, три, раз-два Это вес Раз-два, три, раз-два, три, раз-два Раз-два, три, раз-два, три, раз-два Раз-два, три, раз-два, три, раз-два, раз-два И так далее То есть, размер восемь восьмых Но это не четыре четверти Это 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Могло бы быть 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Это тоже 8 восьмых. Могло бы быть 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну и то же самое. 7 восьмых, 11 восьмых. В общем, много всяких сложных смешанных размеров существует, где по-разному можно расставить акценты. То есть обычно, если в нотах у вас написано 5 четвертей, то там будет в скобках написано 2 четверти плюс 3 четверти. Или там может быть в скобках написано 3 четверти плюс 2 четверти. Также в моей песне «Это весна». Если там раз, два, три, раз, два, три, раз, два, значит, там будет написано 8 восьмых в скобках. 3 восьмых плюс 3 восьмых плюс 2 восьмых. Чтобы музыкант знал, где у него акценты, где у него получаются сильные доли, а где слабые доли. Вот что такое сложные смешанные размеры. И теперь вы понимаете разницу. Вот, например, вам 8 восьмых в размере 4 четверти. Еще раз, 4 четверти. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Вот вам те же самые ноты, но раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Или раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Ну и так далее. Я думаю, что вроде бы я понятно изъясняюсь, но по крайней мере моим друзьям-музыкантам должно быть понятно, а всем остальным подпевчикам пришлось, видимо, потерпеть. Но, может быть, вам захочется изучить теперь музыкальную теорию поглубже и понять, что все там не так уж просто. Теперь меня и мою важную цель можно поддержать на Патреоне. Ссылка в описании. На этом все. Надеюсь, что было хоть как-то полезно и хоть как-то понятно. С вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok